Всем привет! Это видео о том, как восстановить доступ к аккаунту Facebook, узнать утерянный логин и пароль от него, как прочитать историю чата и переписку в Facebook Messenger или получить хоть какую-то информацию из них, если доступ утерян окончательно. Хочу сразу же оговорить, что мы никого не призываем никаким противоправным действиям. Речь пойдет не о каком-то хакерском взломе о том, что может сделать обычный пользователь на домашнем или рабочем ПК в случае утери доступа к аккаунту Facebook или Facebook Messenger и необходимости его восстановить. Теоретически, прочитать содержимое писем социальной сети можно только изнутри самого аккаунта пользователя. Тем не менее, я вам покажу несколько лазеек, с помощью которых можно получить доступ к перепискам Facebook, истории поиска и посещенных страниц. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, способ первый – это получить доступ к аккаунту пользователя Facebook, после чего просто ознакомиться с нужной информацией, перепиской или чатами. Как это сделать? Допустим, есть компьютер, которым пользуется человек, к аккаунту которого нам необходимо получить доступ. Запускаем данные ПК. Если у вас есть доступ к нужной учетке, вы знаете пароль или он не установлен, отлично, заходите в нее. Если доступа к такой учетной записи у вас нет, не расстраивайтесь, в нее можно войти и без пароля. О том, как войти в Windows, не зная установленный на вход в учетную запись пароль, сбросить или взломать его, у нас есть отдельное видео. Ссылку на него я оставляю в описании. После того, как вы вошли в компьютер нужного вам человека, запустите Hetman Internet Spy. Ссылка на страницу для скачивания программы будет в описании. Выберите «Анализ системы». После его окончания выбираем нашего пользователя. Обратите внимание на следующий момент. Для получения доступа к регистрационным данным аккаунтов пользователя в соцсетях, желательно войти в Windows из учетной записи, которой пользуется данный человек. Это имеет значение, так как система не предоставляет доступа к некоторым учетным данным и паролям от одной учетной записи для другой. И браузер для анализа. Для этого необходимо проанализировать именно используемый пользователем браузер. Чтобы узнать его, перейдите в «Параметры Windows» «Приложения» «Приложения по умолчанию». В строчке «Веб-браузер» вы увидите установленный по умолчанию. Обычно это тот, который и используется как основной. Запускаем анализ браузера. Но вы можете и поочередно проанализировать все браузеры, пока не обнаружите тот, в котором есть нужная информация. Какие же данные нам отобразила программа после окончания анализа браузера? Нам стала доступна полная история интернет-серфинга проанализированного пользователя. Вся она в хронологическом порядке отображена в меню «История». Здесь много данных. Первым, что нужно проверить, если необходимо получить доступ к аккаунту пользователя в Facebook, это смогла ли программа вытащить пароль от него. Для этого переходим в меню «Пароли». Здесь отображены все зафиксированные браузером логины и пароли, в том числе и от Facebook. Если вы здесь увидите пароль от желаемого аккаунта Facebook – отлично. Просто переходим к нему и вводим этот пароль. В таком случае все, доступ получен. Можете перейти к встроенному в аккаунт каждого пользователя мессенджеру и ознакомиться со всеми чатами и переписками. А перейдя в журнал действий увидеть полную историю его действий. Лайки, публикации и даже данные геолокации. Но бывает, что люди не пользуются социальными сетями на ПК. Возможно, это рабочий компьютер, на котором пользоваться социальными сетями запрещено. Но это не мешает им активно использовать как для рабочих, так и для личных целей Facebook Messenger. Это тот же мессенджер, который интегрирован в аккаунт каждого пользователя Facebook. Но только он, как вы знаете, имеет версию приложения для мобильных устройств, очень редко используемую программу для ПК, а также популярную версию в виде веб-интерфейса. Для ее использования не требуется входить в аккаунт пользователя Facebook. Достаточно перейти на официальную страницу www.messenger.com, залогиниться, используя логин и пароль от вашего Facebook, и вам станет доступна вся история чатов и вашей переписки в Messenger. К чему я веду? Если среди обнаруженных интернет-спай сайтов, логинов и паролей нет Facebook.com, но есть Messenger.com, то этого вам будет достаточно, чтобы получить доступ ко всем перепискам и чатам пользователя, а также увидеть аккаунты адресатов писем, ссылки на которые здесь также отображены. Это был второй способ. Но если все-таки интересующий вас человек на данном ПК не использует Facebook, и программа не отобразила данные ни по его аккаунту, ни по Messenger, но в Internet Spy видны логины и пароли от почтовых аккаунтов, которые использует данный пользователь, то возможно, один из них является имейлом, к которому привязан нужный вам Facebook аккаунт. Это будет третий способ, как этим воспользоваться. Аккаунт каждого пользователя Facebook, как правило, привязан к электронной почте, на которую отправляются оповещения о событиях вашего аккаунта, в том числе и о личных сообщениях. То есть пользователь, получая сообщение в Facebook, получает уведомление о нем себе на электронку. Соответственно, получив доступ к электронке такого пользователя, вы сможете ознакомиться с информацией о входящих сообщениях пользователя в Facebook. Обратите внимание, в некоторых почтовых сервисах такие сообщения попадают не в общую почту, а в закладку соцсети. Минусом такого способа есть то, что, к сожалению, содержимого сообщения таким образом не видно. Но зато вы можете точно убедиться, что это именно нужный вам привязанный к Facebook почтовый ящик. Очень детальные видео о том, как получить доступ к email другого пользователя у нас уже есть. Смотрите по ссылке в описании. Получив доступ к электронной почте пользователя, вы без никаких проблем можете сбросить пароль от привязанного Facebook аккаунта. Для этого перейдите на страницу facebook.com с любого компьютера и вместо ввода логина и пароля кликните по ссылке «Забыли аккаунт». Введите известный вам привязанный к аккаунту пользователя адрес электронной почты. Выберите «Отправить код по почте». Продолжить. В результате на указанную электронку будет отправлен код восстановления доступа к аккаунту Facebook. Введите его в указанное поле. Продолжить. Установите новый пароль. Продолжить. Продолжить. Все. Нужный аккаунт полностью в вашем распоряжении. И кстати, еще одно важное наблюдение. Если программа не определила пароль от нужного аккаунта пользователя Facebook или привязанного почтового ящика, но вы видите, что в других ящиках или аккаунтах сайтов или социальных сетей есть повторяющийся пароль, то велика вероятность того, что он используется данным человеком для своего аккаунта Facebook. Попробуйте войти в него с помощью такого пароля. Пользователи часто используют один и тот же логин и пароль для аккаунтов на разных ресурсах. Дальше. Может также быть, что в данном меню не будут отображены пароли от почтовых ящиков и аккаунтов пользователя в соцсетях, а только логины. Знайте, если пароль на вход в Windows предварительно сброшен вами, то программа вам не отобразит пароли от аккаунтов данного пользователя. Это связано с системой безопасности Microsoft. В таком случае установите пароль на данную учетку пользователя Windows и перезагрузите систему. Для этого перейдите в панель управления, учетные записи пользователей, управление другой учетной записью. Выберите данную учетку. Создать пароль. Или параметры, пароль. Учетные записи. Параметры входа. Пароль. Добавить. После этого снова проанализируйте систему с Internet Spy. В результате пароли к обнаруженным учетным записям отобразятся. Ну и в случае, если получить доступ к нужному аккаунту социальной сети или привязанной к ней электронной почте у вас по каким-то причинам не получилось, вам остается последний способ. С его помощью вы сможете получить информацию о действиях пользователя Facebook, посмотреть посещенные страницы, а также увидеть факт получения сообщений и логины пользователей, от которых они были получены в Facebook. Для этого перейдите в меню Hetman Internet Spy «История». Вкладка «Почта». Здесь отображается вся email-переписка, которая осуществлена с использованием любой почты с данного браузера. Она отображена в хронологическом порядке. Internet Spy отображает заголовки всех возможных писем, с какого или на какой почтовый ящик было отправлено сообщение, в том числе и уведомление о получении сообщения в Facebook. Так мы видим, от кого и когда было получено сообщение в Facebook. Сузить круг поиска до социальных сетей можно, перейдя на вкладку «Социальные сети». Информацию по Facebook вы сможете определить по соответствующей иконке социальной сети. В столбике «Заголовок» видны заголовки всех посещенных страниц социальной сети. Была ли это страница какого-то пользователя, поисковый запрос и т.д. Только из этого уже можно понять, чем человек занимается в Facebook и с кем общался. Ведь иногда, чтобы написать пользователю сообщение, необходимо перейти на его страницу. Кликнув на одном из сообщений с иконкой «Facebook» в окне программы справа вы получите полную раскладку по сообщениям от данной социальной сети. Обратите внимание на строчку ID аккаунта. В программе можно увидеть ID аккаунта нужного вам пользователя. Чтобы узнать, с кем был диалог, смотрим его URL-адрес или ID аккаунта. Это и будет ID аккаунта человека, с которым производилась переписка. Если даже вы не собираетесь взламывать никакие аккаунты пользователей, программа всегда может вам пригодиться для того, чтобы в любой момент восстановить свой забытый или утерянный пароль. Посмотреть систематизированную историю посещений пользователя в интернете.